друзья коллеги соратники всем категорически привет это андрей гавриков и это очередное видео из моей рубрики записки нумизмата сегодня с вами посмотрим мое небольшое пополнение коллекции немного монет немного не монет даже будет одна штука которой 350 400 миллионов лет привез это дело из хакаси но собственно говоря посмотрите посмотрите все это дело в процессе ладно давайте я не буду тянуть со вступлением давайте вместе с вами перейдем перейдем и посмотрим посмотрим повторяюсь повторяюсь что же мне интересно появилась коллекция погнали что ребят я не успокаиваюсь и продолжаю собирать фигурки фанка поп из серии фоллаут точнее из серии фоллаут моей любимой наверное одной из самых любимых компьютерных игр ну вот и прежде чем прямо понятным давайте покажу что у меня появилась нового в коллекция у меня появился такой замечательный товарищ осаул трон робот я думаю как на тебя даже наверное сниму отдельные видеоролики достану все эти фигурки внутри надо будет только подготовить мне конечно съемочную площадку чтобы это грамотно красиво смотрелось это не плоские монетки вам фоткать вот и большая радость в продаже за адекватные деньги на авито тоже появился самый желаем желанным экземпляр для меня это силовая броня т-51 ну вот это же я приобрел в коллекцию там одного товарища продавалась фигурка стоила 95 тысяч рублей там сколько-то написал это реальная цена или ошибка мне реально я очень люблю фигурку и не хочу с ней расставаться только за большие деньги нормальный подход имеет право на жизнь в общем у меня есть все фигурки сейчас кроме вот этого последнего центре бота 6 дюймового там или что там это самое короче то есть это вот фигурки размером четыре с половиной вот та большая то есть но как бы в продажу нас пока я не видел понятно что до к видов до всяких воин там и так далее все это дело было в продаже у нас и относительно дорого стоило но сейчас достать не просто мы в процессе у меня сейчас добирается еще несколько четыре интересных фигурки ну вот тоже сниму наверно про это отдельное видео и на день ну вот смотрите я значит вернулся с хакассии буквально вот несколько дней назад несколько до на этой неделе еще получается как пишет ролик вот и у меня тоже оттуда есть несколько интересных штук значит смотрите что это такое да там покажется куда камень и так далее это ветка окаменелая дерево который называется липид дендрон росло ну триста пятьдесят четыреста миллионов лет назад и вот окаменело четыре с половиной миллиона лет назад так в хакассии там ходишь прям буквально под ногами находятся вот такие замечательно интересные штуки их там много их там реально много ну вот и привез еще очень интересный камушек оттуда с краплениями каменного угля и жена говорит слушай что ты голову кота привез я действительно посмотрел ушки глазки носик вот мне был интересен сам факт я впервые в жизни видел как выглядит каменный уголь вот порода внутри но здесь кстати видите вот остаток это здесь вот тоже была веточка этого липидо дендрона скорее всего вот такая вот интересная штука и там таких вещей реально реально много ну вот помимо этого помимо этого музей шушенская где сидел владимир ильич ленин ссылки я приобрел себе вот такой значок всегда готов ну потому что это мой девиз по жизни вот ну и во вторых у меня по-моему такой же ли похожий был когда я пошел в первый класс если не ошибаюсь могу ошибаться вот мне еще даже удалось походить советской вот этой школьной форме 1 2 3 класс вот а значок этот настоящий и собственно говоря изготовлен в девяностом году ну вот то есть там большая прям упаковка с печатями с цифрами мне тут не отрезали вот это как раз таки примерно тот год когда я пошел в школу школы пошел 91 году вот значки не собирая но по приколу купил с вождем такую штуку ну и моя гид мега крутейший анастасия про нее этом отдельно расскажу в видеоролике про хакасию узнал что я тоже нумизмат подарила мне вот такую штуку это жетон хакасия республика земля 5 стихий вот видите очень красивым с такими вот мотивами ну вот на русском и на английском языке ограниченный тираж там чеканин был чисто для своих но вот видите мне повезло заполучить вот такую штуку тоже интересно в коллекцию ладно давайте пойдем дальше что тут у меня сегодня интересного интересного есть ну начну наверное я вот такой самый простой здесь монетки для меня это вот катар это монетка 10 дирхам 2006 года вот состояние анс есть микро микро забоинка на вот но ничего страшного у меня и две штуки было на той много очень мешковых царапин поэтому я уж выбрал красивый не поцарапанный практически никак полотно монет или как там правильно назвать против этой забоинки и 2006 года достаточно редкий год тип вот пришлось мне заказывать даже не в россии вот найти их достаточно сложно одна монетка вот у меня еще есть выставил сейчас и по-бырому на продажу на мешке вот все закрыл я тем самым всю ходячку катара современную все у меня в идеальнейшем ну кроме этой монеты состоянии а это так практически идеально вот счастлив и доволен у меня на самом деле гораздо большая задача я по катару хочу собрать монеты все из недрагоценных металлов и я это уже почти сделал но я думаю уже краем глаза видите что там что-то еще интересненько и сейчас об этом поговорим следующая приятная новиночка в моей коллекции 50 динар 41 года иран в состоянии about on circulated ну или он circulated но который хранился не очень хорошо вот да все нормально просто она не блестючая да там она чуть-чуть матовая там и какие-то микро 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 может быть там мешковые царапки есть ну вот достаточно непросто в таком сохране найти вот я уже давно смотрел на мешке у одного продавца и все решил взять ее прикупить потому что неизвестно когда я следующий раз полечу в ирана я туда обязательно полечу мне там очень понравилось мега крутейшая страна мега крутые люди архитектура история кухни просто фантастика вот иран красавчики вот и не сдержался и купил просто в идеальнейшем максимально идеальнейшем состоянии 5 франков туниса 57 года вы посмотрите это зеркало которое здесь отражается все это дело монетками мега красивая вот сейчас у меня на подходе еще один тип этой монеты ну этой серии скажем такой вот решила решила немножечко добить пока не есть продажа у нас очень красивые интересные вкусные монетки вот ну и самая скажем наверно большая покупка моя это уже скажем не просто не просто это было дело найти в катаре это вообще не смог найти нигде как бы да поэтому пришлось уже докупать здесь знать что это такое это серия монет тогда сейчас чуть-чуть сюда сдвину серия монет 15 азиатские игры в дохе 2006 года вот собственно говоря есть здесь вот такой вот персонажик вот эта монета называется флаг я перенес их в капсулы то есть монеты в идеальном состоянии но понятно вот от капсулы видите там всякие разные там полосочки внутри и так далее куплю специально капсулы под них не такие глубокие толстые наши монетки посмотрите они достаточно тонкие вот алюминиевые бронзы 20 грамм есть каждой монетам это флаг ария вот это персонажи зовут ария вот это ари у нас скачет на велосипеде такая вот замечательная монетам это ария у нас играет конечно же в футбол а это непосредственно непосредственно те самые факелы олимпийский огонь вот такая вот красотулечка такие вот монетки интересно вот и монеты достаточно простеньким дизайном это собственно говоря волонтеры вот и это окружающая среда ну надо же по повесточке соответствует правильно вот причем но вот эту монету в россии вы не найдете больше нигде остальные пять продажи есть даже там у меня пять штучек там продаются вот как бы в оригинальных пластиковых этих капсулах ну вот но вот это и вы точно нигде не сможете найти очень редко ну и у нас в россии они на удивление стоят ну как на удивление нет не удивляет уже на самом деле они стоят у нас дешевле в продаже чем если будете искать на комнате b и там про сам который вообще молчу там цены кончены достаточно вот рассчитано все на туристов и на богатых местных вот но вот видимо кто-то давно закупался ими и поэтому за адекватные деньги в принципе там почти полный этот набор можно у нас приобрести да друзья пишите комментариях что вам понравилось больше всего что вызвало скажем максимально может удивление или привлекло ваш взгляд пишите в комментариях вот я наверное всего этого пополнения скажу что я рад конечно же катару потому что мы очень хочется мне все-таки выполнить эту миссию закрыть весь катар с не драгоценными металлами вот конечно же иран классный тунис просто обалденнейший вот но и конечно же остальные мои новиночки в коллекцию тоже для меня приятно и важны вот но вы пишите что понравилось больше всего вам увидимся в следующих видео всем спасибо пока пока на связи и мирного неба над головой всем